Спасибо, здравствуйте. Я очень рад участвовать в этой конференции, которая действительно была мне подарена как милостью. Я буду говорить немного о очень красивой теме, о очень красивой теме достоинства, доверия и милосердия в свете Святого Бенедикта, основателя западного монашества. Уже не менее 30 лет я на опыте утверждаюсь, что значение и благотворность вклада Святого Бенедикта в европейскую мировую культуру основывается на точности взгляда на человека и на те точности взгляда на те связи, на которых основывается его жизнь и призвание. Это точность основывающая истинно образовательного метода предложенного Святым Бенедиктом. Можно сказать, что для Святого Бенедикта достоинства каждой личности находится в той мере, в которой доверия и милосердия, позволяет нам участвовать в общинном пути обращения. Этот путь образования, формирования и реформирования личности крайне важен для каждого человека. Человек нуждается в том, чтобы его вели, сопровождали на пути. Он нуждается в будущем, кто приведет его к полноте его жизни. Где-то Сталин самому себе, либо отказывается, либо выбирает путь, либо растворяется в доминирующей культуре. Человек сам не в силах определить свою тревогу, неудовлетворенность, растерянность. Если мы не представляем пути, мы не можем знать, что мы потерялись, что мы блуждаем. Я был поражен понятием, которое Святой Бенедикт использует для определения заблудшего, взбунтовавшегося монаха, монаха, отлученного от причастия, для того, чтобы он узнал свой выбор и свое поведение, раннейший общину. Что значит такое отлучение от причастия? Святой Бенедикт называет такого монаха «фратер флуктуанс», то есть «плавающий брат». Он пишет об этом в 27 главе Устава, которая называется «Какое причечение должен иметь настоятель об отлученных от причастия?» Я прочитаю всю главу Устава, поскольку она является одним из тех мест, которые лучше всего выражают милосердный взгляд по отношению к потерянному человеку, которого Святой Бенедикт хочет обучить и таким образом обучить своих учеников чему-то новому. В Уставе есть несколько глав, которые, словно кристаллы, отражают все цвета остальных глаз. Это 27 глава, несомненно, является одной из таких. «Настоятель со всей заботой должен печься у провинившихся братьев, ибо нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Потому, как искусственный врач должен употреблять все способы курчевания, подсылать к больному мудрых старших братьев, чтобы они незаметно утешили попавшего в беду брата, этого фратер флуктуанс, плавающего брата, и чтобы расположили его к смиренному принятию и петемии. И они утешат его, чтобы он не был поглощен с чрезмерной печалью. Как говорит апостол, «Прошу усилить любовь к нему» во втором послании Коринфе. «Прошу усилить любовь к нему и всем молиться о нем». Итак, настоятель должен со всем усердием заботиться о том, чтобы не погибла одна из веренных ему овец. Доведает, что он взял на себя врачевание немощных душ, а не господство тираническое над здоровыми душами. Да убоится он обличения, которое Бог изрекает через пророка. Откормленных овец заколали, а слабых не укрепляли, отбросили. То есть образ доброго пастора с его нежностью, который обращается к поиску одной овцы, оставляя девяносто девять. Он явил такое сострадание к немощи ее, что взял ее на свои плечи и принес в стадо. Это была цитата 27 главы устава. Как я говорил, особенно интересен для меня тот момент, когда дается определение бедственному состоянию человека. Святой Бенедикт обращается к богатому понятийному ряду, чтобы описать это бедственное состояние. Он говорит о деликвентес фратерис, о братьях, совершивших нарушения, о больных. Как я говорил, он говорит о плавающем, нестабильном брате. Он говорит о нетвердых больных душах. Он говорит о слабой овце и, наконец, об овце заблудшей. Общий смысл объединяющих эти понятия и выражения – это нестабильность жизненного пути, это хрупкость принадлежности человеческой среде, сопровождающей, поддерживающей, направляющей человека к его жизненной судьбе. Это все примеры определений, которые могут помочь нам выразить болезнь современного человека. Но, как я говорил, мне кажется, что наиболее ясное понятие, которое может сегодня нам помочь что-то лучше определить, это понятие плавающего брата. Фратер флуктуанс. Это состояние, когда человек не только потерян, но и нестабилен, когда же как бы шатается, словно посреди кораблекрушения он держится за туску. Плавающий – это тот, кто не чувствует стабильности ни в себе, ни в Боге, ни в общине. И он пассивно принимает на себя все неуверенности, все обрушивающиеся на него извне вызовы. Могу сказать, что современный человек более шатающийся, нежели блуждающий. Культура интернета постоянно отвлекает его, он постоянно плавает в разные стороны, не чувствуя потока. Словно бы виртуальная реальность не дает какого-то заданного кратера, направления. Нет никто, от которого исходит стабильность, это стабильность, идущая внутрь. И также в монастыре я встречаю много братьев и сестер, плавающих, которым сложно остановиться, например, для того, чтобы посвятить себя молитве, лекция, дивина, размышления, медитации, для того, чтобы в разделении общения углубить отношения братственное или сестринское, настоящее отношение, которое повыкает нам ожидать пришествия Господа. Мы все в этой культуре плавающей, здесь, в Европе, в Штатах, но я вижу ее также в Азии или Африке. И это не только политика становится настолько нестабильной, это вся культура, которая является жидкой, она не больше не земля, по которой мы можем идти, продвигаться, по которой мы можем встречаться, на которой мы можем оставлять следы и проводить линию. Современный человек плавает посреди моря, в ночи, без звезд, в тишине. Он в начале своей божественной комедии, но в темноте описывает свое состояние не только как потеря в темном лесу, но это по-настоящему становится потерей, которая имеет как бы три измерения. И так нету стабильности ни вертикальной, ни горизонтальной. Нельзя даже остановиться, подумать, потому что мы на жидкости, мы не на стабильном участке. Мы потеряны среди вот этого состояния, постоянной активности, но которая как бы ложная активность. Это, на самом деле, образ спасающихся беженцев, которые сегодня достигают берегу в Европе через Средиземное море. Это яркий образ того, что мы с вами переживаем. Эти люди причали вообще к берегу после долгих часов плавания. В послании Кефесяна Павел описывает состояние человека, когда он по-настоящему будет спасен и интегрирован в тело Христова. Он говорит, что мы уже не будем, как маленькие дети, которые сотрясаются волнами, но словно источником понесенных по течению к тому смыслу, которым мы все должны обитать. Это послание к Ефесянам 4, 14. И в Иакове 1, 6. «Сомневающийся подобен мор морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». То есть то, как святой Иаков, святой Павел, святой Бенедикт описывают наше состояние, как состояние потерпевших кораблекрушения, нестабильности, связанной с ложными доктринами и идеологами, они это делают не в качестве пророков несчастья, чтобы обречь мир на состояние, лишённое справедливости и надежды. Они словно описывают то единственное событие, которое способно вывести человека от этого плавающего состояния. Каждая эпоха, каждый век переживала свои волны, свои бурны, которые ввергают человека в состояние испытания, подобно тому, что переживали апостолы во время бури на озере. Но это состояние кораблекрушения, и Господь использует его также для того, чтобы наполнить нам, что в основе спасения ночь Пасхальная, когда каждый верующий и каждый народ проходит посреди Красного моря. В 76-м Псалме говорится об этом, в которых Господь позволяет нам следовать посреди моря. «Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя, воды, ибо боялись, и вострепетали бездны, и в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы, как стадо вёл Ты народ Твой, покоя Моисея и Аарона». Псалом 76-й, стихи 20-21. Здесь есть очень важный момент, решающий для того, чтобы понять, каким образом Милоседия может изменить это плавающее состояние каждого человека, и это же плавающее состояние общества. Образ, который лучше всего это описывает, это эпизод, когда Иисус пребывает в лодке посреди озера вместе с апостолом, о котором повествует Матфея в 14-й главе. То, что удивительно, это то, что почва, которая для всех является состоянием неровности, причинения стихии, и буре, та же самая неровность, жадкость воды для Христа становится путем. он словно идет к своей цели. То есть для Него состояние переживаемое – это не состояние неровности, но цель Его настолько сильна, что она преодолевает границы, пространство, в нашем понимании. это плавание для нас является непреодолимым, именно потому, что мы не способны разглядеть цель. Но Иисус дарит Своим ученикам и братьям, братьям плавающим, милосердие, следовать за Ним по дороге, по дороге, которая может подчинить себе плавающие состояния реальности, культуры, обстоятельств, их веры и их психологического состояния. И прямая связь с Его милосердием способна преодолеть. Что для этого нужно? Лишь доверие. Доверие – это Я. Не бойтесь Меня. Доверие – это Я. Не бойтесь. Матфея 14, 27. Это доверие, которого просит Христос. Это не только умение не бояться, не только успокоения нашей души. Складная цель Его – позволить нам следовать за Христом, следовать по пути, которые Он делает возможным по мою, по текучести, обстоятельств жизни, культуры, общества, которым нравится наше сердце. Билосердие, даруемое Господом, то, чему открывает наше доверие Господу, это благодать установить, положить этот стабильный путь, который способен преодолевать нестабильность и постоянное мелкое движение в разные стороны нашего личного. «Сеньор, если это Тебе, разреши мне прийти к Тебе на Тебе на Тебе». Жизненного пути. «Ви» – говорит Пьер. Матфе 14, 28. «Господи, если бы Ты повели мне прийти к Тебе по воде, говорит Петр, Матфея 14, 28, то есть цель показать Богу любви для того, чтобы испугать их. Но это попытка показать им их собственные возможности, показать им путь, который может вести их равным, очень ровным, устойчивым образом к их собственной судьбе, реализации их судьбы. Он пришел с ними в море для того, чтобы они стали следующими, чтобы они последовали за Ним, для того, чтобы показать эту невозможность следа, которая, тем не менее, происходит на поверхности воды. И Христос говорит им просто. Просто отвечает Петру, иди. Если форма отвечает на этот призыв, всякая дорога ведет к Христу, и Христа, это Креста. А Христа это дорога Христа. Даже по воде прилегает этот путь по направлению к Нему. Я говорю все это, потому что нету большего утешения для каждого из нас в любой нестабильной, тяжелой ситуации, в которой мы пребываем, в которой мы переживаем со стороны общества, но лишь идти полностью реализовать, вернуться как в сознание этой неустойчивости, жидкости состояния, в котором мы пребываем, но даже в этом состоянии мы способны пролегать путь, а не отказываясь от этого состояния. это то, о чем говорит Псалом. Никто не знает следов, но руками Аарона и Моисея ты повел свое стадо за тобою. И на водах озера Галилея мы не видели следы Христа, мы не могли следовать за следами, но мы видели самого Христа. Мы могли идти к Нему как Петр, и могли следовать за Ним как народ в пустыне, который видел и следовал за присутствием Яхве, и то, что позволило им даже преодолеть море, не промокнув. Это на этом уровне, мне кажется, реализуется харизма, которую описывает Бенедикт в своем уставе. Это то правило, которое уже 15 веков остается необходимым. Святой Бенедикт предлагает путь, очень четкий, ясный путь жизни монашеской, но первое его забота это не описать путь, еще менее дать некоторый кодекс, как не испачкаться. Его главная забота в том, чтобы монахи начали следовать за Христом, и чтобы следовать, они смотрели на Него, узнавали Его и слушали. Он не хочет, чтобы монахи шли по дороге Евангелия, смотря вниз, смотря под свои ноги на путь. Он хочет, чтобы они шли по Нему, идя и неся Христа в руках, и смотря на Него, потому что идти по воде можно идти лишь так, смотря на обстоятельства, но не сосредотачиваясь лишь на них, постоянно видя перед собой горизонт. речь не идет о каком-то призраке, как сначала подумали апостолы, увидев Христа идущего. Бенедикт не забывает, что Иисус воплоти обитает в церкви, постоянно вместе с нами рядом. И методика образовательная Бенедикта это место связей, времени и пространства, которое постоянно старается пробудить внимание к тому, чтобы узнавать образ и голос Христа, узнавать и слушать Его присутствие. Христос это присутствие логоса в жизни людей. Бенедикт обращаясь постоянно, цитируя, Христа призывает вслушиваться Христа. В реальной жизни Святой Бенедикт позволяет нам узнавать то, что Евангелие нам дает быть услышанным. Евангелие открывающее нам присутствие присутствие обращающихся, призывающие нас. Три раза Бенедикт просит своих братьев сделать главный выбор, выбор главного, ничего не предпочитать любви к Христу. Правило четвертое, не иметь ничего более дорогого, чем Христос, ничего не предпочитать Христу. Правило одиннадцатого, предпочтение является вниманием или желанием научиться быть внимательным, а внимание значит смотреть и слушать. Но это не только в молитве Бенедикт призывает сделать подобное предпочтение, но в полноте воплощенности человека. то есть Христос всегда с нами, Он был воплощен и постоянно обращается к нам. Он был в общине, Он жил в церкви, именно в общине мы призваны открывать это присутствие. в отрывке из послания к Ефесянам, где говорится о плавающих детях. Майл пишет «Тот, кто спустился, это тот же самый, кто поднялся над всеми небесами, чтобы наполнить мир». И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все приедем в единство веры и познание Сына Божия, в Можа совершенного, в меру полного возраста Христа, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром». Послание к Ефесянам 4, 10-14. Это тот способ, каким Христос призывает нас идти и учит нас быть уверенными, в том числе в самих себя, отказываясь от видения призраков, но принятия реальности. Милосердие Господа проявляет себя, открывая себя в виде пути, пути следования за Христом, путь, который мы проходим вместе с Христом и наша задача это позволить Христу сопровождать нас. Христос, которые репрезентируют, представляют пророки и церкви, помогают нам совершать это следование. это следование до Парусии позволяет понять, что Христос не виртуальный призрак, и точно так же воды, которые несут нас, это не воды смятения, но это возможность открыть это милосердие и вслушаться в призыв Христа. идея предпочтения Христа, тот, кто следует за Ним, внимая Ему и смотря на Него, может реализовать свой путь, воплотить Его в Своем присутствии в Церкви. Правило, Бенедикт призывает предпочитать Христа, потому что это вносит стабильность в братство, просит пребывать в общинной молитве, как молится муж с женой. Он призывает молодых братьев слушаться, старших, но также каждого члена общины призывает быть внимательным и смиренным по отношению к другим во всех измерениях жизни. С напряжением внимать слова Господа больше, чем любые другие слова. Являть милость ближним, потому что тем самым мы являем милость по отношению к Христу. Милость по отношению к каждому тому, кого отвергает мир. и в опыте работы, как говорит Бенедикт, обращаясь к эконому в правиле 31 устава, говорит, что в каждой работе, в каждой деятельности пусть это будет просто подметать коридор. это мы обращаемся к присутствию Христа. Это мы своей деятельностью выражаем свое отношение к присутствию Христа. И предпочитая Христа в реальность Его Божественного и Человеческого Тела, мы переживаем реальный опыт милосердия Господа, спасающего нас, преображая нашу жизнь в путь следования, следования в любое место, куда Он идет, куда бы ни шел Христос, мы сможем следовать за Ним. В этом есть милосердие. Сами мы никогда бы не смогли продвигаться к полноте реализации своей судьбы. Предпочтение Христа, слушание и вглядывание в Него во всем совершенно не основывается на вопросе разделения взглядов, но встреча взглядов мужчины и женщины разных общин. Это вопрос устроения общины, общества и культуры. Каждый путь таким образом преображается, потому что Христос один и следуем мы вместе. То есть, таким образом преодолевается пессимистический взгляд общества, потому что мысль общества как структуру, построенную исключительно человеческими силами, мы теряем смысл реализации полноты общества, но это наполнено любви и позитивного ожидания, которое есть во взгляде Христа. Это словно тот призыв, на который общество может ответить. каким будет тот путь, который на этом взволнованном море откроет нам Христос? Каким будет этот путь, который Он прокладает, прочерчивает через призвание каждого человека в нестабильности его тела и психики? этот путь происходит окруженный событиями, встречами, реальностью. Мы призваны участвовать в деле Христа, ведомые Евангелием. И Бенедикт говорит, будем идти по пути Христа, чтобы видеть того, кто призывает нас в Царство Своё. Пролог 21 и последние слова правила Устала это обещание того, что даровано следованием за Христом. Кем бы ты ни был, каким бы ты ни представлял себе свою судьбу, помни, что это правило написано для для любого начинающего, для плавающих детей и с помощью Божьей ты можешь всегда взяться из-за большего, из-за исполнения того, что ведет наверх совершенства. Клинин цитаты. Этим оканчивается устав Бенедикта. Достоинство человека состоит в том, что он может продвигаться к полноте своей жизни и своего сердца к полноте всего человечества. Продвигаться к той вечности, которую Господь уготовал для нас. Это то призвание даровано Авраамом. когда он говорит Аврааму «Я всемогущий Бог, иди ко мне, приходи ко мне». Если вернемся к 27 до 7 главе устава, которую я цитировал вначале, я думаю, мы можем лучше понять, почему я говорил, что это одна из тех глав, в которой основан кристалл на обработанный алмаз, который позволяет нам лучше понять, что значит эта помощь заблудшему брату, который потерян посреди неспокойного моря, который сам себя обрекает на состояние жизни в печали, что значит, когда Бенедикт просит братьев прийти ему на помощь, это то, что он говорит, что старшие мудрые братья должны утешить его, больше должны утешить, нежели исправить. эта тема утешения дважды повторяется в этой главе устава перед и после упоминания плавающего брата, как будто бы с двух сторон мы должны обнять его, поднять, встать на ноги и должны помочь ему снова встать и отправиться по своему пути. как будто бы помощь этому плавающему брату это главная забота настоятеля и собственно цель всей общины. Каждый раз, когда кто-то падает, оказывается заблудшим, поднимать его и следовать дальше, вместе смотреть на продвижение этого следования, то есть всегда быть с тем, кто чувствует себя одиноким, чтобы позвать ему стать полнотой, чтобы помочь ему открыть заново свою полноту в причастии и общении со всей братской общиной. Его полнота человека, которая призвана реализовать его достоинство, достоинство уметь идти, за Христом. Поэтому настоятель, обращаясь к плавающим братьям, все, что он может и должен это постоянно иметь перед глазами этот образ доброго пастыря, когда он оставляет 99 овец и идет спасать одну заблудшую. Он проявляет такое сострадание к ее тягостям и страданиям, что берет ее на плечи и возвращает в старую. милосердие милосердие Христа не ограничивается тем, чтобы показать путь или вести нас по пути. Он способен взять нас на плечи, Он несет нас. Он может даже идти по пути сам, по нашему пути, неся на нас. Он говорит, я путь и я истина и Иоанн 14.6 Святой Бенедикт выразительно говорит, что добрый пастырь приносит заблудшую овцу в стадо. Правила 26.9 Это даже такая деталь, которой нет в самом Евангелии, в это возвращение в стадо. И Христос показывает нам этот путь к вечности, но в первую очередь Он его показывает посреди флом моря. Общинность, причастие к Христу это и есть реализация полноты сердца каждого из нас. Милосердие Христа выражается в нас, даруя нам места, места, в которых мы распознаем знаки единства стада. И когда мы в местах, где мы можем увидеть это единство, позволяющее нам дальше с новыми силами следовать по пути, это словно приглашение к надежде в милосердии. Никогда не отчаиваться в милосердии Божьем. Это четвертое правило, значит, пункт 74, четвертой главы устава никогда не отчаиваться в милосердии Божьем. Словно, это и есть уверенная направленность Божьем. Если милосердие не проявилось бы и не воплотилось бы в пастыре, который ведет свое стадо, тело, которое, в котором воплоте не было бы видено, видимо, но оно есть посреди общества, посреди человечества, в своей прямой связи с Господом Отцом. Спасибо. 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 Продолжение следует...